Всем привет! Я Ольга Матвей на канале Комфи. Бытовая техника для жизни. Сегодня будем готовить рулет. Не просто рулет, а рулет с халвой. Посмотрите, как красиво. Фисташки сверху. В составе есть халва, вот в креме халва. Выглядит очень аппетитно. Во-первых, красиво выглядит. Это очень вкусно. Готовится легко и просто. Оставайтесь вместе со мной. Нам понадобится сахар, мука обычная, пшеничная, яйца комнатной температуры, разрыхлитель, вода не холодная, комнатной температуры 4 столовые ложки воды, пачка мягкого сливочного масла, вареная сгущенка и халва. Начнем с яиц. Разделяем яйца, белки в одну чашу, желтки в другую. Общую норму сахара нужно разделить вот так пополам. И приблизительно половину в белок, половину в желток. Посмотрите, как взбился белок. Сейчас хочу вам показать. Видите, какая шапочка. Смотрите, оп. Вот такой густой должен был получиться и у вас. Очень часто не получается у людей, только потому, что не настолько мощный миксер. Блендер, которым я сегодня работаю, и кухонная машина, ссылки на них можно посмотреть в описании. Теперь предлагаю сделать очень необычным способом. Добавляем в желтки 4 столовые ложки воды. Только она должна быть комнатной температуры, не холодная. Смешиваем желтки с водой и соединяем желток и белок. Теперь аккуратно смешиваем желтки и белки в одну сторону, лучше силиконовой лопаточкой. Муку и разрыхлитель высыпаем в тесто через сито, за лучшую муку просеять пару раз до использования. Теперь тоже соединяем все аккуратно в одну сторону равномерно, вмешиваем муку в яйца. Так, посмотрите, как в итоге получилось. Очень все такое пушистое, хорошо держит форму, однородная. Сейчас разогрейте духовку на 180 градусов, чтобы она была уже горячая. Подготовьте противень с пергаментной бумагой и отправляем тесто на противень. Распределяем тесто по всему противню, желательно равномерно. Посмотрите, как я все распределила. Теперь сейчас покажу, как я делаю, чтобы у меня получился ровный бисквит, такой равномерный, без горки. У меня на кухне всегда под рукой такая линейка, которую я использую в своих кулинарных делах. Теперь она 30 сантиметров, ей удобнее всего. Что я делаю? Ставим линейку и ровно проводим. Если даже какие-то там 2-3 столовые ложки теста у вас будут лишние, самое главное, что будет очень ровный, красивый у нас бисквит. И обязательно то же самое делаем в другую сторону. Смотрите, как ровно получилось. Убираем в разогретую духовку, печь всего будет минут 15. Но каждая духовка по-разному, проверяйте деревянной палочкой. Теперь приготовим крем. Мягкое сливочное масло отправляем в чашу для миксера. Сюда же отправляем в вареную сгущенку. Думаю, что сырую сгущенку добавлять не стоит, чтобы крем не получился сильно жидкий. Но вы можете проэкспериментировать. Так, и смешиваем. Я буду использовать халву ванильного вкуса, обычную, классическую. Отправляем ее в емкость, и нам понадобится погружной блендер. Дробим халву блендером, и только потом будем отправлять в крем. Посмотрите, какое получилось пастообразное состояние халвы. Теперь отправляем халву в крем. Соединяем на средней скорости. Крем у нас готов. Бисквит готов. Пока он еще горячий, берем нож и проходим ножом аккуратно по краю формы, отделяя формочку от теста. В моей духовке буквально 12 минут, и он готов. Переворачиваем его вот так на досточку. Убираем пергамент медленно, аккуратно, пока еще теплый бисквит. Под бисквит отправляем влажное полотенце. Можно вафельное использовать, только оно должно быть слегка влажное. И закручиваем в рулет наш бисквит. Оставляем его в таком виде до полного остывания. Рулет у меня полностью остыл, даже тряпочка такая уже практически сухая. Разворачиваем. Теперь намазываем начинку вовнутрь. Отправляем начинку сюда. Значит, смотрите, чтобы начинки не было слишком много. Бывает такое, что пару столовых ложек добавлять не стоит и она просто остается. Аккуратно отодвигаем край, не нужно его разравнивать полностью. Так, смотрите, как я делаю. Вот так, вот так. Разравниваем одинаковым слоем. Сантиметра, полтора, где-то до конца рулета не домазывайте. Подготовьте нож и будем заворачивать рулет. Вот этот край рулета нужно максимально закрутить, чтобы он, знаете, вот так вот, как рогалик был максимально свернут вниз. Смотрите, вот таким образом. Для чего нож? Когда вы начнете скручивать рулет, по бокам будет немного выступать начинки. Ее подбираем ножом. Подминаем край рулета, чтобы он максимально был завернут. И помогаем полотенцам закручивать рулет. Я иногда немного убираю лишнего крема. Бывает такое, что вот чуть-чуть больше получается как-то крема. Так, и вот так заворачиваем. Шов рулета должен быть вот так внизу. Поэтому опускаем вниз, немного вот так приминаем. Смотрите, какой получился рулет. Теперь остатками крема у меня обычно ложки две всегда остается. Полностью затягиваем вот этот торец. Рулет накрываем вот так и убираем в холодильник до полного застывания. Так, посмотрите, как он выглядит. Вот так. Поверчу тут его, чтобы вы увидели. Украшать я буду фисташками, но вы можете заменить на семочки. Берем фисташку, раскрываем ее. Вот так. Ножом фисташки нужно подробить. Специально дробим крупно, так вкуснее и эффектнее. Сверху поливаем растопленным шоколадом. И пока горячий шоколад, посыпаем фисташками. Разрежем и посмотрим, какой он внутри. Только шоколад должен сверху застыть. Так, посмотрите, как смотрится внутри. Посмотрите, как красиво выглядит. Очень ярко, так по-праздничному. А какой он вкусный, он не сухой. Сочетание халвы с маслом сливочным, с таким тестом, это так вкусно. Пробуем. В общем, это вкусно. Я когда первый раз готовила, уже помню этот вкус. Так, пробую. От кусочка вот тут отщипну. Вот так. Значит, он не сухой. Бисквит как будто такой пористый, тает во рту. Даже сразу непонятно, что это бисквит. Это что-то между бисквитом и как будто чуть-чуть что-то от кекса. Ну, в общем, вода в тесте сделала свое дело. Крем. Крем это халва. Такое впечатление, что здесь нет ни масла, ни сгущенки, что одна халва. И она такая нежная по текстуре. Я не знаю, с чем это сравнить. Это очень вкусно. Это один из самых вкусных рулетов, которые я ела. Это обалденно. В общем, я всем вам реально рекомендую, приготовьте это. Это бомбезно вкусно. Ваши родственники, друзья, гости, они просто будут в захвате. А вид какой. Посмотрите, фисташки сверху. Просто улет. Ну что, вот такой сегодня был рецепт. Обязательно попробуйте. Это не сложно. Пишите комменты, пишите вопросы. Если что-то будет интересно, я отвечу. Ну все. Спасибо, что сегодня были со мной. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok